шалом с вами ася сейчас попытаемся разобраться в том что же такое лад в музыке наверняка вы слышали такие слова как мажор минор до мажор ля минор и так далее но не очень понятно что это все означает я не буду сильно вдаваться в подробности просто рассмотрим лад как систему отношению устойчивых и неустойчивых звуков и созвучий может показаться что существует только мажорный лад и минорный лад но на самом деле это не так даже во многих современных произведениях не только в каких-то старых церковных или в каких-то народных песнях но и в современных поп-рок произведениях вы можете услышать различные так называемые натуральные или диатонические лады или еще по-другому лады народной музыки их звукоряды состоят из семи нот и всего таких гамм 7 это лады сложившиеся естественным путем но надо сказать что есть еще много ладов то есть гармонический мажор гармонический минор мелодический мажор мелодический минор и они тоже часто используются в музыке плюс есть пентатоника там звукоряд из пяти нот есть целотоновая гамма там звукоряд из шести нот мы о ней еще поговорим сегодня и споем упражнение есть хроматическая гамма звукоряд из двенадцати нот и их очень и очень много термин натуральные лады впервые был введен в употребление в 1937 году юрием николаевичем тюлиным советским музыковедом композитором доктором искусствоведения в общем ладов музыки очень много но мы сейчас поговорим о натуральных ладах в них также входит натуральный мажор и натуральный минор давайте поговорим о том чем же остальные лады отличаются от мажора и минора и самое главное какое настроение каждый лад может передать давайте пойдем в порядке нарастания веселости так сказать от максимально грустного угнетающего лада до максимально мажорного максимально веселого лада и первым ладом у нас в таком случае станет лакрийский лад лакрийский лад это тот же натуральный минор но с пониженной второй и пятой ступенями он создает такое туманное пугающее странное страшное чувство настроение такое чудаковатое неестественное давайте послушаем как он звучит так звучит лакрийский лад следующий лад фригийский лад это натуральный минор с пониженной второй ступенью темный страшный запутанный варварский беспроглядный кромешный давайте послушаем как звучит гамма во фригийском ладу уже не так мрачно как лакрийский следующий лад эолийский лад это просто натуральный минор грустный печальный унылый романтичный в натуральном миноре написано очень много лирических произведений романтичных песен так звучит эолийский лад или же натуральный минор в данном случае натуральный ля минор гармонический ля минор звучит вот так следующий лад уже менее грустный дорийский это натуральный минор с повышенной шестой ступени сказочный удивительный чудный дивный волшебный такое настроение создается когда вы прослушиваете музыку в дорийском ладу так звучит дорийский лад еще раз закончились лады минорного наклонения еще раз добавлю что существует еще гармонический мелодический минор это неестественные ненатуральные лады но они тоже часто используются в музыке теперь мы переходим к ладам мажорного наклонения миксолидийский лад или мажор с пониженной седьмой ступенью наглый дерзкий озорной бесцеремонный бесстыжий крутой такое ощущение создается от миксолидийского лада так звучит миксолидийский лад от до еще раз ионийский лад это просто натуральный мажор веселый бодрый жизнерадостный радостный вот такое настроение мы можем почувствовать от произведений в натуральном мажоре так звучит ионийский лад или натуральный мажор вам наверное хорошо знакомо еще раз так звучит гармонический мажор тоже какое то восточное наклонение появляется сразу ну и лидийский лад видимо он считается самым веселым ладом это мажор с повышенной четвертой ступенью он создает впечатление радостного светлого волшебного чего-то легкого и воздушного так звучит лидийский лад еще раз теперь вы знаете больше о ладах народной музыки и чем мы можем постоянно пользоваться и в упражнениях нужно настраивать свой голос на тот или иной лад то есть старайтесь не петь упражнения только мажорные настраивайте свой голосовой аппарат и свой слух на различные лады тогда вы будете уметь гораздо больше и гораздо лучше многие педагоги вокальные поют упражнения со своими учениками только в мажоре что я считаю неправильно потому что нужно уметь петь в различных ладах ведь большинство песен что мы слышим и исполняем они они не написаны в мажоре во всех ладах что я показала я показывала 7 ступеней и потом восьмую она является той же самой первой только на октаву выше вот например в гармоническом миноре вот эта нота повторяет вот эту ноту вместе они создают совершенный консонанс или вот например натуральный мажор эта нота повторяет вот эту всего в гамме 7 нот вот они все 7 нот диатонической гаммы пентатоника это очень легко просто возьмите все черные клавиши на пианино и они вам покажут пентатонику это тоже будет пентатоника то есть от другой клавиши если мы начнем вот вам сразу пять видов обычной пентатоники блюзовый лад вообще невозможно показать на фортепьяно к сожалению увы это хроматическая гамма от ноты до а это целотоновая гамма от ноты до всего шесть ступеней и повторяется первая надеюсь эта теоретическая справка была полезной а теперь можно и попеть многие вокальные педагоги почему-то поют со своими учениками распевки только в мажоре я считаю это в корне неправильно но и петь только в мажоре и только в миноре это тоже маловато на самом деле существует огромное множество песен в различных совершенно ладах и ваш слух должен быть настроен на это он должен уметь распознавать вот эти вот непривычные обычному слуху интервалы то есть для вас они все должны быть привычные все вот эти вот странные гаммы все странные казалось бы интервалы и для этого мы будем учиться распеваться не только в мажоре и даже не только в миноре ну начнем с распевки в миноре ну и конечно же это будет хмыкалка вот нота с которой мы начинаем но вот основная нота в тональности послушайте еще раз мелодия идет сверху вниз потом обратно наверх а женщина отсюда мужчина отсюда три и четыре сами и 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 мы пытаемся выучить новые приемы один из них это прием репетиция это когда одна и та же нота одним и тем же звуком повторяется несколько раз то же самое стакката только на одной ноте как например сейчас будем пробовать делать короткую репетицию всего по два раза на одной ноте на звук р но сложность еще и в том что мы будем петь целотоновую гамму она непривычна для нашего уха у нас есть такая рычалка с учениками на репетицию хроматическая гамма не целотоновая хроматическая в ней наоборот расстояние между всеми нотами это полтона в целотоновой это естественно целый тон но это следует из названия у нас есть рычалка сложная хроматическая гамма с репетиции наверху вот так она выглядит есть еще более сложная но сейчас я бы хотела разобрать целотоновую еще менее привычную для слуха гамму и будем делать так вот такая непривычная гамма послушайте еще раз вот она сама по себе как звучит по ней всего шесть нот и седьмая это повторение первый год а тут мы будем петь с репетицией с повторением женщина оттену мужчина оттену три и четыре три и пять три и шесть с вами Кто может поет дальше? Достаточно. На этом все. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, если до сих пор этого не сделали. Пишите комментарии внизу. Делитесь видео с друзьями. С вами была Ася. Пока.